Ну что, всем привет! Мы начали утро на фиш-маркете... Ой, на фиш-маркете... И почему ты говоришь на фиш-маркете? Не на фиш-маркете, а на цветочном. Ой! На цветочном маркете. Уже... Ну, мы, правда, очень поздно приехали. И всё уже купили. Всё, что нам нужно было. Мы хотели купить орхидеи, но, увы, я. Сейчас едем домой, покажу, что мы купили, и покажу, что будем с этими цветочками делать. Вот так выглядит маркет. Но сейчас уже 9 утра, и все давно разъехались. Вот они, всё собираются. А так обычно там много-много разных цветов. Но чтобы поймать хорошие цветы, нужно приезжать в 5 утра, когда он открывается. Ну и вот наш багажник. Багажник жалко их. Наши цветочки. Мы хотели орхидеи купить большие, но их уже не было. Они уже закрылись, купили то, что есть. Покажу потом, что будем с этим делать. И вот я нашла по дороге, отлетела такая вот гортензия. Красивая, маленькая. Отлетела, наверное, от какой-то большой ветки. Тоже привезу домой. Хорошенькая. Вот такая вот красота. Красивый хлопок, красивые гортензии. Гортензия одна. Красивые фрези. Лапочки. Орхидеи маленькие, правда. Ирисы. Вот ирисы. Здесь ирий. Эвкалипт. И там еще много-много разной красивой травки. Вот такой у нас получился развал. Я их чищу-чищу пока. И сейчас буду выкладывать на стол. Лилии я купила себе. Лилии я не буду использовать. И это я купила в подарок. Ирисы и эвкалипт. Это будет подарок. Извините, ребята, мы говорим в русском иногда. Она делает блог в русском. Вот. Так что... Бордак. Ну что же, мы уже сняли все, что должны были снять для работы. И я теперь вот уже накрасилась так приличненько. Ну как, я имею в виду не прилично в стиле прилично, а много. Много для видео. Буду сейчас снимать для вас видео о весенних ароматах. Я не знаю, какое видео выйдет первым. Этот влог вот этого дня или про ароматы весны. Так что, если будет неправильный порядок, то ну что ж поделать. Не обижайтесь. Не обижайтесь. Ну что же, записала видео для вас о весенних ароматах. И хочу показать свою находку. Пиджак вот такой вот хлопковый. Посмотрите, какой хороший хлопок. Он мягкий такой, плотный. Я нашла этот пиджак в секонд-хэнди. Пиджак от Армани. Импорио Армани. Очень крутой. Ну, не важно на самом деле, чей это пиджак Армани или еще чей-то. Он просто очень-очень красивый. У него такие шикарные подплечники. Вы посмотрите видео, мне кажется, вам должно понравиться. Такие вот подплечники. Форма. Ну, я обожаю такой цвет слоновой кости. Очень крутой пиджак. И я делаю еще свой шарфик. Любимый шелковый шарф. На хвостик завязала. Так что, надеюсь, вам понравится. Я люблю такой стиль. Люблю шелковые шарфы. Всегда смотрю. Ну, как бы хороший шелковый шарф. Что его отличает? Вот эта вот вручную сделанная обработка. Я обожаю. Нету обработки. Ну, как бы я уже так буду думать, взять шарфик или нет. Но это глупости, конечно. Если шарф красивый, какая разница. Вот такой у меня будет вид в моем новом видео о весенних ароматах. Скоро оно выйдет. Просто хотелось вам показать мой пиджак. По-моему, здорово. Вообще здорово, когда в секонд-хендах можно найти такие красивые вещи. Я всегда захожу. Никогда не прохожу мимо винтажных магазинов. И так же секонд-хендов. Перед тем, как уйти, запишу для вас небольшой такой рассказ, как я носила аромат бланш от Байреда целую неделю. Я у Марии Эпикс, по-моему. Маша, я не знаю, правильно я говорю твое имя или нет. Я поставлю ссылку, дам на ее канал, на это видео. Увидела видео, как она решила носить один аромат в течение 7 дней. И это тоже был аромат, кстати, от Байреда, только джипси-вотер она носила. И я тоже решила. Думаю, ну это же интересный эксперимент. Ну что, ну что может быть не так? Ну 7 дней ты ходишь в одном аромате. Почему бы нет? Люди часто многие годами ходят, не меняют ароматы, как бы, ну и нормально себя чувствуют. Но мне было тяжело, скажу прямо. Мне было тяжело, было много соблазнов, особенно, когда у тебя в шкафу стоят все эти ароматы и так и манят. Так и манят к себе. Первые 5 дней было нормально. Вот 2 дня, потом уже хотелось перемен, особенно к вечеру, потому что я люблю утром носить один аромат, а вечером другой. И вот это было тяжело. Но в целом бланш меня порадовал. Я в нем не сомневалась. Это был правильный выбор для такого эксперимента, длительной носки одного аромата. Было хорошо. Было хорошо и интересно так попробовать. Почему нет? Пока больше пробовать такого не буду. Сегодня уже надушилось утра, перед тем, как мы поехали. Вот так вот поменяю руку. Перед тем, как мы поехали на рынок цветочный. Цветочный. Прям с утра надушилась Фредерик Маль, Дрис Ван Ноттен. Прям так конкретно надушилась. Так мне хорошо. Так мне хорошо. Это совсем другая история. Это более такой плотный аромат, более тяжелый, если можно так сказать, нежели бланш. Но бланш, мне кажется, у меня сейчас весь шкаф пахнет, вся одежда, потому что 7 дней это вам не шуточки. Но это интересно. Советую попробовать. Почему нет? Все, я пошла дальше по делам. На улице снимать уже не буду. Ну, дела, сами понимаете. Потом еще сниму дома. Перед тем, как уйти, покажу вам свой вид. Тут, правда, не видно ничего. Но вот так. Я хожу с корзинкой. Да. Я очень люблю корзины, поэтому всегда хожу с корзинами. Ну, с разными. Мне они очень нравятся. И вот у меня такой пиджак. Это Джунка Шимада. Японка. Японский дизайнер. Снимаю в ванной, потому что у нас реально дома нет большого зеркала. Вот такие мы модники без большого зеркала. Это ужасно. Это ужасно грустно. Но, вот, тем не менее, вот показываю вам себя. Во всей красе. И пойду, как красная шапочка современная, по делам. Показала корзинку, сниму я вам ее поближе. Если кто не видел, я недавно в инстаграм выкладывала в сторис ее. Ну, вдруг вы не видели мой инстаграм. Вот такая корзиночка мне ее подарила моя подружка Вика. Так вот я с ней хожу. Она маленькая. В нее помещается только все самое необходимое. Кошелечек маленький тоже. Хороший кошелек, туда только карточки влезают. Если мы говорим про мелочь, еще что-то, туда не влезет. Мой блокнот. Обязательно всегда что-то запишу. Ключики. Ключики надо немножечко, конечно, разрядить. И вот сегодня вот все. Тут помадка только. Помада Шуэмура, моя любимая. Видите уже, сколько израсходовала. Нюдовая помада BG 923. Если у вас есть доступ к Шуэмура, я бы рекомендовала попробовать эту помаду. Она великолепная, бесподобная, вообще классная. Вот такая корзинка, да, я с ней хожу. Мне нравится. Очень мне нравится корзина. Ну что ж, я дома покажу, что я купила. Просто вот так докупила кое-какую еды. Кориандр. У меня мама любит очень кориандр. Вот такой салат. Я люблю делать Цезарь. Сын подбирает у меня, вдруг внезапно, Цезарь. Поэтому такой салат, он хорошо подходит для Цезаря. Кабачки, цукини. Тоже хорошо. И сегодня вечером буду делать рыбу, семгу, салман. Я ее просто жарю, начинаю со стороны вот этой вот кожицы. Вот стой. Прям на таком большом огне. Соль, перец до корочки. Потом переворачиваю уже на мягкую сторону. Держу, наверное, ну полминуточки, чтобы она внутри была такая розовая. И так и кушаем. И виноградик вот купила, черный, что-то захотелось. И также я купила вот, оттуда, кстати, пакет. Такой магазин. Paddle Duck Toys. Paddle Duck Toys. Очень хороший магазин. Я купила там детскую игру. Сегодня будем играть. Называется, ну это как бы называется «Тени в лесу». Там свечка, там такие вот хорошенькие деревянные елки. Вот такое вот красивое поле, по которому вы ходите. Деревянные человечки. Так что я, если будем сегодня играть, я сниму и тоже вставлю в блог. Я давно хотела эту игру. Даже вот, можно сказать, за ней гонялась. Потому что привозят их немного, ну штук по пять. И в основном их сразу же разбирают. Хорошая игра, по-моему, это немецкая. Вот эта вот фирма. Крау. У нас этой фирмы есть еще несколько игр. Вы вообще играете в настольные игры? Мы вот, например, очень любим настольные игры. Ну, конечно, больше всего мы любим, как он назывался раньше, менеджер. А сейчас монополия. Вот монополия наша самая любимая. Но вот эта вот мне почему-то показалась, она такая уютная. Как знаете, игра в стиле хюги. Ну, в общем, когда начнем играть, я вам сниму и вставлю в блог. Заменила хлопок на лилии. Потому что прочитала, что хлопку не нужна вода. А здесь все-таки такая ваза и вода, поэтому заменила на лилии. Вот так они сейчас пока выглядят. Скоро раскроются. Это какой-то новый сорт. Видите, какой толстый стебелек у них. Они такие прям жирные, рошенькие. Пахнут очень ароматно. А хлопок поставила вот сюда. Вот так вот. Такая белая. У меня белый кувшин графин. И в нем стоит у меня теперь хлопок. Один здесь, а другой вон там. Я надеюсь, Селвис кушать его не будет. И вот я уже сходила в душ. У нас вечер. Сейчас буду готовить уже. И после душа что-то захотелось такого легкого нанести. Я же теперь как бы соскучилась по ароматам. И вот мой взгляд упал на Babydoll от Yves Saint Laurent. Это у меня в туалетной воде. Это такое чудо. Такая приятная смородина. Какие-то листики. Роса. Что-то такое очень девичье. Несладкое, неприторное. Такое с кислинкой. Очень хорошенький аромат. Хорошенький. Нет, хорошенький ему не подходит. Красивый. Красивый. В одном ключе с In Love Again. In Love Again мне очень нравился. Я помню. В свое время. Так что да, я соскучилась по ароматам. Буду прям теперь все-все-все-все носить. И нанесла его. И почему-то подумала, почему я его не включила в весенние ароматы, в видео о весенних ароматах. Потому что он был бы идеальный. Вот этот вот Yula. Легкая, хрустальная. Такая игривая. Очень красивый аромат на весну. Я, честно говоря, не знаю, он еще есть в продаже или нет. Но если есть, то, конечно же, обратите внимание. Весна-лето. Просто прелесть. Раз я снимаю влог о моем дне, покажу вам, что я буду готовить на ужин. Я планировала съемку, но все проголосовали за Цезарь. Ну, без проблем сделаю Цезарь. Мне все равно, что готовить. Значит так. Здесь у меня для Цезаря курица. Я ее пожарю всю. С солью, с перцем. Часть пойдет на салат, а часть я положу завтра на сэндвичи. В общем, она быстро улетит, короче. Два яичка сварю. Немножко помидоров я тоже потом. Вот этот вот салат будет основой Цезаря. А на той же сковороде, где я буду жарить курицу, я потом пожарю гренки. Вот этот вот хлебушек. Обычный хлебушек. И пармезан. Соус я покупаю уже готовый. Вот такой вот соус Цезарь. Я сама не делаю соус для Цезаря. Но это очень трудоемко. А готовый вполне себе ничего. Так что вот такой у нас будет ужин. Покажу вам, что получится. Может быть засниму что-то в процессе. А Элвис вот всегда лежит и балдеет. Элвис! Элвис! Это я еще курицу не начала резать. Сейчас я начну ее резать. И он сразу прибежит. Элвис! Элвис! Ну что, сковорода разогревается. Здесь у меня уже курица порезана. Сейчас я ее туда выложу. Она зашкворчит. Я люблю курицу для Цезаря, чтобы она была такая прям с корочкой. Очень вкусно получается. И будем дальше делать салат. Будем жарить, короче. Тоже все готово для сборки салата. Жду только, когда все придут мои с прогулки. Все пошли гулять. Значит так, салат, курица, сухарики, пармезан, яйца, огурцы, помидоры. Огурцов, по-моему, в классическом пармезане, в этом Цезаре нет. Но я их кладу. И яйца, по-моему, нужны перепелиные. Но перепелиных у меня нет. Так что вот так все это выглядит. Сейчас все придут. Я разложу на тарелки и покажу. Салат вот такой. Ну, все очень просто, но зато очень вкусно. Мы иногда любим делать. Да, такой салат. И у меня еще розовое вино. Так что приятного аппетита. Ну вот, мы поужинали. Решили посмотреть «Убийство в Восточном Экспрессе». Новая версия, новый фильм с Джонни Дэппом. Там много кто играет. Я еще заодно ногти крашу. Вот таким вот лаком. От Шанель. Мне нравятся такие лаки, когда они именно одним слоем идут. Такое. Очень милое. Зеленоватое. Номер 645. И у меня тут вино, вафелька. И мама там тоже сидит с вафелькой. Но она стесняется, я ее не буду показывать. Номер 645. Вечерело. Ну что же, вечер. Мы посмотрели фильм. Я показываю. Это я положила цветочки. На ночь нанесу вот этот крем Дранк Элефант. Не включаю свет, потому что очень сильно работает кондиционер, не кондиционер, а вентилятор. И потом очень громко. Вот этот вот ночной крем. И для тела я сейчас использую вот этот Palmers Coconut Oil Body Cream. Он вообще классный. Но я его использую только на ночь, потому что если пользоваться днем, он очень такой... Запах мне не нравится. Скажу вам его консистенцию. Очень такой густой, приятный. Прям как... Ну как сливки. Такие густые, густая, густая сметана. Очень хорош для тела. Так что, если ищете не очень дорогой крем, то вот прям находка. Но я думаю, более на холодное время года для лета он будет, наверное, все-таки тяжеловат. Мой день подошел к концу. Уже ночь. Я ложусь спать. Я надеюсь, вам понравился мой день. Вам было интересно. И всем пока-пока. Пока.